13 июля 2024 год. Почитал только что Медведева, президента бывшего российского. Ребятки, что я вам хочу сказать. Ну, там уже расисты в некотором офигевании. И, по-моему, уже дело идет к тому, что ребята готовы будут подписать там что угодно. Ради того, чтобы прекратить боевые действия. То есть, как раз Медведев, он так очень красиво писает. Ребят, посчитайте в телеграме, блин, просто прекрасная. Вот статья вышла, я на этом читал, на зеркало прижних. Просто прекрасная. Послушайте, мне там спрашивают даже родственники мои, что ты такой оптимистичный. Ну, потому что я не вижу поводов для пессимизма. Еще раз говорю, если вы там по телеку видите какие-то там, динамику, там увеличивается количество погибших наших пацанов, да. Но я вижу динамику ту, которая там с 14-го года, с 22-го года. 10 миллионов, 15 миллионов снарядов за год выпускали россияне. Или там, блин, плюхают сейчас. Сейчас правда, сейчас правда мы, ну, на нашем участке будем говорить. Я могу только то, что я вижу, слышу, за это дело отвечать, да. То есть, я вижу, что наши лупят по ним больше, чем они по нам. Это разительная разница, блин, с 22-м годом. Я был здесь же, в Запорожской области, только не возле работы, а под половами я был в 22-м году. Ну, и там недалеко, кто знает Запорожскую область, понимает, что это не так далеко. Друг от друга Гуляпили, Гуляполь, Гуляпильске, там, Залезничное, вся эта. Так вот, ребята. И у россиян сейчас, ну, иссякает, иссякает. И вот эта внутренняя сила, которая была обусловлена Советским Союзом, да, с запасами вот этими. МТОБшки вот эти вот российские там всякие. Там Т-64, блин, там у них даже было какое-то время. Ну, сейчас это все у них потихоньку сходит на нет, и они правда, правда, честное слово, они идут там вот, там, ну, пешком. По два человека, блин, через поле, там, я не знаю, они надеются, наверное, что артиллерия на них не наведется, что они по полю еще идут. Просто по чистому полю, не под посадками крадутся, а посреди белой дня хренячат по полю. То есть, видно, они думают, что арта не может, но их в основном хренячат в пивишке там наши пацаны, блин, я не понимаю. Ну, то есть, короче, не буду им ничего подсказывать, чем быстрее они сдохнут, тем лучше. Россия, то есть, подписывать с Россией ничего, ну, не имеет смысла. Можно подписывать, можно не подписывать, оно никакого не имеет отношения к тому, как будут изменяться наши отношения. Мы уже были как Украина, и во внеблоговый статус у нас был в Конституции закреплен, да, в 13-м году, правда, и армию мы отменяли, призыв даже в армию. Не то, что там сейчас Россия требует, чтобы у нас там не более там 300 тысяч, что ли, армия была, или 80 тысяч. Мы ее просто, блин, нафиг, отменили призыв на срочную службу в 13-м году, правда. Ну, ядерное оружие отдали России, это помогло. Эти ребята, наши потомки, потому что, ну, кто там после нас уже будет не повторять о наших ошибках. Я там, родившийся в России, да, от русской матери, у меня родители закончили Харьковский политехнический институт, их распределили, я родился на Урале. Ну, так бывает, да, потом вернулись там, полтора года прожили, вернулись в Украину, нормально, слава тебе, Господи. Не оставили меня вместе с утырками, блин, назовжиды. Но, как бы, не повторяйте наших ошибок. То, что нам с самого детства в ушлили, что это братский народ, что это старшие братья над украинцами. Хрень они лызого с горы, блин, они наши братья. Это зверье, и это, блин, террористы. Понимаете, что делает террорист, когда пытается запугать там игиловцы, хрениловцы эти все. Они берут заложников, отрезают им на камеры голову и показывают этот ужас, блин, людям, чтобы внушить страх. Ну, так, правда. Что делает Россия? Она берет крылатыми, самыми современными, самыми точнее, какие у нее есть, бьет по роддому, в тот же день бьет по Ахмадиту, да, по раковым больным детям, блин. Чтобы показать, что их ничего не остановит. Да нам, честно говоря, насрать, расисты. Мы знаем, и мы знаем, как с вами бороться. Слава Богу, нам сейчас еще мир помогает. Не помогает Америка, помогает, блин, там, Норвегия. Не помогает Норвегия, помогает Австралия. Я же говорю, 50 стран Рамштайна в очень хороших условиях, ну, как Украина, относительно, там, я же, какой-то Финляндии 1939 года, 1940, или там, Польши 1939 года, да. Не надо. Мы справляемся, блин, нафиг. Конечно, погибать, пацаны. Ну, как бы, надо отвечать и за то, как Украине, как государству. За то, что мы 300 лет жили под этими утырками, блин, нафиг, участвовали. И в том же захвате Польши мы участвовали. Правда ж, украинцы? Было такое? Было. Так вот, я думаю, что это такая, ну, я ни в Бога, ни в карму не верю, но если вам будет легче от этого, рассматривайте это так. Россию надо доконать. Из вот этого противостояния тут никакие договоры. Тут надо так, чтобы договор было не с кем заключать. Чтобы не было такого субъекта, как Российская Федерация. Был какой-то объект, Российская Республика, там еще какая-то хрень, блин, нафиг, понимаете? Маловнятная, блин, как, я не знаю, как Удмуртия, Аджария, там, или какая-нибудь Адыгея, блин, нафиг. В Севрейской Амтономной Области, вы понятны? То есть, чтобы никто всерьез их не воспринимал. Пока у них будут возможности. Они захватывают, они не смотрят, они положили 120 тысяч, я вчера только снимал видео, блин. Россия наконец-то переплюнула, догнала и перегнала Америку. В чем? В том, что они за два года, блин, положили больше, чем американцы во всех своих войнах за 80 лет. Это нихрена не шутка. За вот этих два года полномасштабной войны, да, ну сколько уже, сейчас июль. За два с половиной года, даже еще нет, два с половиной лет. Россия потеряла 120 тысяч человек, это как бы вот сейчас там Медиазона и BBC показывают, где потери чрезмерные, выпирающие. 120 тысяч, блин, сраных, расистских мудаков сдохло, блин. У нас здесь, в Украине, это только, не считая тех, кого они захватили у нас тут, в Луганске, Донецке, да, потому что их не учитывают, не Медиазона. Я вчера об этом говорил, можете посмотреть отдельное это видео. Они на это плюют, потому что они радуются, потому что они захватили Донецк, они оттуда мясо набрали. Они захватили Крым, они оттуда мясо набрали, мясом же этим сюда пустили его, сдыхать. Сначала у меня там под Харьком на Зыркунах, кто сдох первый, блин, на этих ТЛБшках, на вот этом танке, оторванной башне. Кто там был? Крымчане, блин. Которые пошли, блин, нафиг, попали в русский мир и попали в ад, прям мёхонько. Потому что, я думаю, в аду, блин, больше места, чем для оккупантов, будет только для предателей Украины, да. Им пофигу, они захватывают, пока у них будет, пока это жало не вырвется, блин, нафиг у этой, пока не сдохнут эти пляшивые, это ни в пути ни дело. Я говорю, у меня дядька из Ростова, вертолет, он авиационный за кожей, умнейший мужик, блин, нафиг. Я не буду ни доедать, ни досыпать, но чтоб моя страна была великая. Ну, сейчас он пенсионер там какого-то, но они другого величия своей страны не видят, понимаете, как в том, чтобы захватить и показать, как надо Родину любить. Ну, у нас, как бы, есть возможность сопротивляться, сейчас нам еще и мир помогает. Так что, ребята, перебьем обязательно всех, надеюсь, блин, искренне я до этого доживу, ну, а не доживу просто, просто на поколение вперед. Не верьте россиянам, эта мразота должна просто сгинуть, сгинуть нафиг, и чтоб это было какое-то, блин, я не знаю, ужасное воспоминание какое. Нацистах там, допустим, да, германских, гитлеровцах. Так же должно быть и о путинизме, блин, воспоминаниях, как были там какие-то неандертальцы, которые просто, блин, хобо сапиенс вытеснил с планеты Земля, понятно? А так все будет Украина, нет поводов пессимистить, блин, нафиг. Они уже идут на нас пешком, не на танках, не на самолеты, блин, нафиг. Если они начали бомбить рон дома, блин, нафиг, понимаешь, показательно, то у них вообще уже нет никаких аргументов, понимаете? Это попытка запугать, это попытка на камеру отрезать человеку голову, чтобы запугать остальных, оставшихся в живых. Не поддавайтесь на это, их надо просто мочить, мочить, не мочить. Постарайтесь, кто там у нас дипломаты, больше оружия выторговать, постарайтесь, Украина, мы сами, давайте, сами как-то делаем, да, я же как-то, я там на 3D принтере себе бутылку клея наделал, научился делать, блин. Я обычный рабочий, я там вертолет себе это сделал, педальный, блин, да, какой-то одноосный, сконструировал. Ну, так это я рабочий, блин, нафиг, у нас инженеры, давайте там квадрокоптер отлично себя показывают, самолеты, блин, надо мочить их, мочить и мочить. Чтобы там не было рва крокодила, потому что там крокодилам нечего есть, останется, понятно? Давайте работаем над этим, мы их всех перебьем, все будет Украина.